Девушки отдыхают Вниз, 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 пока не достигнешь предела, вниз, 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 пока не достигнешь дна темноты, вниз, 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 присядь на край прохладной спокойной темноты. Ты придешь ко мне? Ты придешь ко мне? Ты придешь ко мне? Из твоего подсознания все что угодно можно перенести в виртуальную реальность Из твоего и из чужого Лори Сингер Майкл Истон На кого вы работаете? И Энтони Хэтт в роли Оливера Сэмпсона Твой отец когда-либо брал тебя в виртуальную реальность? Добро пожаловать в игру, Сидни Блум Виртуальная реальность Побег Композитор Джон Фризел Продюсеры Науми Дженсен Джек Клемменс Авторы сценария Джон Секретт Янг и Таня Сэмпсона Режиссер Джим Чарльстон Звук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они все забрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, что прочтешь в первую очередь. Дункан. Устройка себе гиблиотечный день и все такое прочее. Идут дожди. Конечно, если ты не против. Ты ведь не против, Сид? Сид! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже, Сид! Сид! Давай, давай. Осторожно, осторожно. Мне надо бежать. Держу тебя легче, легче. Осторожно. Хорошо, хорошо. Отлично. Ну, все в порядке. Все в порядке. Теперь, Сид, расскажи, что случилось. Давай. Ты должен мне помочь. Хорошо, хорошо. Все, что ты хочешь. Но, может, стоит сначала в больницу? Нет. Хорошо, никакой больницы. Скажи только, ничего не сломано? Ничего? Не знаю. Дункан. Они поймали меня. Поймали. О чем ты? Кто поймал? Кто? Кто? Не могу. Донкан. Донкан. Чем могу помочь? Кто-нибудь на помощь. На помощь. На помощь. Привет, Сидни. Где я? Кто вы? Считаешь, ты готова это узнать? Почему вы меня похитили? Ты думаешь, это похищение? Вы убьете меня? Разве тебе не все равно? Нет. Тогда, надеюсь, этого не случится. Пожалуйста, встань. Зачем? Затем, что я сказал, пожалуйста. Хорошо. Теперь сними рубашку. Нет. Я могу продержать тебя в темноте до конца твоих дней, Сидни. Снимай, потому что я тебе сказал снять. Спасибо. Это хорошо, когда ты послушна. Ты работаешь на спецслужбу? Ты это знаешь. Я уже помогаю вам. Чего еще вам нужно? Мы просто хотим знать, как ты это делаешь. Я сама не знаю этого. Тогда мы вместе это выясним, не так ли? Ты куришь? Нет. И я нет. Впрочем, здесь все равно нельзя курить. Ты была чуточку напряженной, Сидни. Поэтому я ввел тебе кое-что, чтобы расслабиться. Это улучшит твою память. Пожалуйста, лежи спокойно. Ты правдиво ответишь на все мои вопросы? У меня столько неприятных способов заставить тебя отвечать. Попробуем для начала этот. Как тебя зовут? Сидни. Полное имя, громче. Сидни Блум. Дата рождения? 18 июля 1966 года. Замужем? Нет. Да. У тебя были интимные отношения с доктором Фрэнком Морганом? Это так? Нет. Где ты работаешь? В компании Телкал. Кем работаешь? Работаю на линиях. Твой отец когда-нибудь брал тебя в виртуальную реальность? Что вы знаете, мой отец? Отвечай на вопрос, Сидни. Я хочу знать, какое это имеет отношение к моему отцу. Отвечай на вопрос. Нет. Думаю, ты лжешь. Думай, что хочешь. Я был неправ. Расслабление тебе не помогает. Прекратите. Привет, Сидни. Надо что-то здесь делать с кондиционером. Тебя ждет горячая ванна. Смена одежды, горячая пища. Только перед этим нам нужно будет немножко поболтать. Твой отец ставил эксперименты на тебя? На твоей сестре? Что? Отец убил твою сестру? Он и тебя пытался убить? Я взял на себя смелость запрограммировать для тебя ландшафт. Надеюсь, ты не будешь против? Да. Что? Дункан, ты должен вытащить меня оттуда. Я просто не знала, к кому еще обратиться. Ты выбралась. Ты теперь в безопасности. Помоги мне, Дункан. Ты должен прийти и вытащить меня. Где ты? Просто помоги мне. Сид. Это ты? Сид. Что ты делаешь, черт тебя побери? Сид. Это ты, Сид? Я впервые услышал, как город Персивилл называют Пойзонвилл от рыжего уборщика по имени Хики Дьюи на большом судне. Прекрасно. Уехала на уикенд. Покормить Сидой и миссис Пилл. На здоровье. Где музей? Дункан. Дункан. Сид. Сид. Не могу. Нет, я могу. Нет, я могу. Нет, я могу. Была, не была. Телефон. Телефон. Мистер Пицца, чем могу помочь? Невероятно. Запах чеснока. И семи трав и специй. Будем заказывать или будем вот так летать всю ночь? Дункан, хватит дурачиться, иди ко мне. Верно. Дэшел Хэммер. Или Рэймонд Чандлер, детектив. Хорошо. Кому мне позвонить? Позвонить Сид? Хорошо, звоню Сид. Кого еще я знаю? Могу попробовать позвонить самому себе. Самому себе на квартиру Сид. Привет, Дункан. Привет. Привет. Набирая номер мистера Дэ. В главной роли Дункан. Был один из тех дней в Голливуде. Прекрасный смог, прекрасные женщины, и моя работа заключалась в том, чтобы искать их. На этот раз женщину по имени Сидни Блум. Скорее. Телефонная служба хай-фай. О, мистер Дэ, это вы? Самозванцы. Был один из тех дней в колониях. Прекрасный смог, прекрасные женщины, и моя работа заключалась в том, чтобы искать их. На этот раз женщину по имени Сидни Блум. В главной роли Дункан. Доброе утро, миссис Пил. Стит. Я же говорил, что найду вас. С вами все в порядке? Доктор не нужен? Вам удалось бросить меня на минуточку. Стит. Хорошо. Но я себя прекрасно чувствую. А вы, миссис Пил? Миссис Пил? Миссис Пил? Был один из тех дней в Сан-Франциско. Прекрасный смог, прекрасные женщины. Спейт и Арчер в главной роли Дункан. И моя работа заключалась в том, чтобы искать их. На этот раз женщину по имени Сидни Блум. Сэм. Что, Энджел? У нас есть задание. Где ты? Это не то, что чулок пополз. Сэм. Какой первый закон расследования? Какой? Наблюдать. Слушать. Что? Это. Твое сердце. Что-то другое. Твою грудь. Нет. Океан. Да. Посмотри. Я там. Что это значит, Сидни? Когда ты придешь? Когда? Ну и ночка у тебя была, Даймонд. От твоего вида мне не становится лучше. Становишься беспечным. Оставил входную дверь открытой. Да, я беспечный. Убирайся. Не знал, что у меня есть входная дверь. Лейтенант Дискон хочет видеть тебя. Скажи Питу, что он может подождать. Он не будет. Ты знаешь ее? Когда? Когда же ты придешь? Не помню. Ее зовут Сидни Блум. Это имя мне ничего не говорит. А должно бы. Похоже, ты убил ее. О чем это ты? Ты не пошел за ней. Ты не спас ее. Но что все это означает? Точно. О, мой дорогой Ватсон, вы удивляете меня. Приключение Дункана Холмса в главной роли Дункан. Разгадка элементарна. Ясно, что знаки это буквы. Я с определенной уверенностью могу сказать, что четвертый знак явно буква И, которая, как вы знаете, является наиболее употребимой буквой английского алфавита. И после нее идут Т-А-О-А-Н-А-С и так далее. Путем несложной дедукции вы поймете, что это просто означает, приезжай немедленно. Немедленно. Доктор не нужен? Доктор, доктор. Океан? Да. Странно. Карета скорой помощи, Ватсон. Может быть, это телефон? Телефон? Алло. Алло. Скорее, скорее. Это стиль, миссис Пил. О, дорогая, я пришел. Слишком поздно. Медицинский центр. Сидни Блум. Я знаю, где она. Я знаю, где она. Я знаю, где она. Чем могу помочь? Я ищу пациентку Сидни Блум. Она здесь? Да. Вы родственник? Да. В некотором смысле. Мы пытались связаться с кем-нибудь, но, похоже, у нее никого нет. Никого. Почему она мне не позвонила? Поговорите лучше с доктором. Сначала я хотел бы повидаться с ней. Конечно. Она в палате 146. Я позову доктора Кларка. Простите, вы ищете мисс Блум? Здравствуйте. Я доктор Кларк. Хотелось бы поговорить, прежде чем... Не сейчас, док. Хорошо? Мне нужно увидеть Сид. Я знаю, что ее избили, но меня больше беспокоят наркотики и возможность гипотермии. Она была в наркотическом состоянии? Когда это случилось? Ей что-то вкололи, чтобы получить сведения. Наверное, пентатал натрия, но кто их знает. Но у мисс Блум не было следов наркотиков, когда она поступила. Ее сбила машина сегодня утром. Что? Ее друг сказал, что они шли к своей машине, когда ее сбила другая машина. Ее друг? Человек, который ее к нам доставил. Она еще не пришла в сознание после несчастного случая. Я Оливер Сэмпсон. Вы должны быть Донканом. Откуда вы знаете? Она упоминала ваше имя, прежде чем потерять сознание. Легче, легче. Пожалуйста, доктор Кларк, все в порядке? Мы этого больше не допустим. Атмосфера несколько накалилась. Пожалуйста, оставьте нас на минутку. Все будет хорошо. Я буду за дверью. Спасибо. Успокоился? Ну, что мне сказать? Я здесь, Сид. Я здесь. Я все время думаю, что я мог сделать. Она была лишь на шаг впереди меня. Водитель даже не остановился. Я не знал тебя, иначе бы позвонил. Брось-ка эти штучки. Я знаю, кто ты. Она мне все сказала. Я видел все. Тогда ты знаешь, до чего мы с ней уехали на уикенд? Я знаю, что ты из спецслужбы. Член комитета. Да. Я член комитета. Не собираюсь тебе лгать. Очевидно, Сидни тебе здорово доверяет, но я не надеюсь, что ты будешь доверять мне. Хотя я здесь по той же причине, что и ты. Ты даже не знаешь ее. Да, не так, как ты, но я пытаюсь заботиться о ней. Значит, можешь шагать, потому что у нее есть я. Рад за нее. Так почему, говоришь, она была с тобой? Подготовка. Доктора Моргана убили. Я хотел убедиться, что она сможет постоять за себя. Обращаться с оружием. Хотел, чтобы она была готова к неожиданностям. Ночная смена моя. Конечно, мы оплатим все ее расходы. Она может здесь находиться столько, сколько нужно. Я скажу доктору Кларку поставить для тебя кровать. Она замечательная девушка. Да. Я знаю, что ты здесь. Ты помогла мне найти тебя. Но мне опять нужна твоя помощь. Где реальность, Сид? И как это узнать? Да, я вас слушаю. Отлично. У меня здесь ее щенок, Скраффи. И как только она услышит его лай, она сразу же придет в себя. Как вы скажете? Просто поднесите трубку к ее уху. Давай, Скраффи. Ты слышишь меня? Сид. Ну давай, тебе же должно быть хорошо здесь. Надо поговорить. Отлично. Призрак Сидни. Нет еще. Рад видеть. Прости. Моему телу нужен отдых. Как ты меня нашел? Вернулся в виртуальную реальность и нашел подсказки, которые ты все время оставляла. Как ты туда проник? Поговорим, когда выберемся отсюда. Оливер сказал, что ты попала в аварию. Он лжет. А этот странный доктор? Они все заодно изучают меня, Дункан. Как научный эксперимент. Иди сюда. Я покажу тебе. Если они действительно узнают, что это такое, надеюсь, скажут мне. Я пыталась сопротивляться. Потом они занялись моим мозгом. Они проделывали все, что только приходило им в голову. Им просто надо было узнать. Мне надо выбраться отсюда. Помоги. Пожалуйста, помоги. Я иду, Сид. Я вытащу тебя оттуда. Я иду. Сид, ты бы сказала мне за это спасибо. Я повезу тебя домой. Я куплю все, что ты попросишь. Обещаю. Давай. На туфли нет времени. Я должен вытащить тебя отсюда. Держись, держись, Сид. Остановите их. Что вы делаете? Что вы делаете? Спасаю ей жизнь. Именно этим мы и занимаемся. Отпустите. Это никакая не больница. Где другие больные? Что это за медсестра с черным поясом? И что, черт побери, здесь вообще происходит? Унесите ее. Потерпи, Сид. Я вернусь, и в следующий раз я буду не один. Тогда, боюсь, нам придется перевезти ее в другое место. Возможно, навсегда. Значит так? Комитет просто проглатывает ее, и никто ничего не может сделать. А мне прикажешь удавиться, хотя ведь и обо мне никто особо переживать не будет. Так? Мы не враги вам. Так я тебе и поверил. Верь мне. Два самых лживых слова во всем английском языке. Это дело вкуса. Говорить больше не о чем. Нет, есть о чем. Оливера Сэмпсона, пожалуйста. Вас, мистер Сэмпсон. Алло. Привет, Оливер. Привет, Оливер. Кто вы? Где я? Пришло время отвечать на мои вопросы. Понятно. Я хочу знать правду. О чем? О тебе. Правды не существует. Теперь существует. Что представляет собой комитет? Это секрет. Они хотят помочь Сидне? Да. Они хотят ей зла? Да. Я хочу знать правду. Правды не существует. Твоё задание. Я здесь, чтобы защитить Сидне. Почему тогда ты причинял ей боль? Я не причинял ей боль. Ты пытал её. Я сам видел. Это были они, а не я. О чем ты? Возьми меня в больницу, я покажу тебе. Комитет очень старая организация. И как в любой силовой структуре, которая существует достаточно долго, в ней идёт внутренняя борьба. Определение добра и зла меняется местами, предметы не всегда являются такими, как они выглядят. Видишь? Лица её похитителей были скрыты. Сидне знала, что они были из комитета, поэтому она указала на единственное лицо, которое ей было знакомо. Моё лицо. Но если они из комитета, ты должен знать, кто они. Я знаю. Они враги. Не существует ясных ответов, когда дело касается комитета. Ты отворяешь дверь и видишь ещё одну. Чем больше чистишь лук, тем больше слёз в глазах. Что это? Уже не важно. Правды не существует, и поэтому брусь её искать. Единственное, что важно, это Сидне. Надо уберечь её от плохих людей. Надо спасти ей жизнь. Что это такое? Хватит! Убирайтесь от неё! Теперь она в безопасности? Надеюсь, да. Они что-нибудь сделали с ней? Думаю, нет. Но ты не знаешь точно. Я знаю, что они не оставят её в покое. Почему? Дело ведь не в её теле. И я могу войти в виртуальную реальность. Тут что-то другое. Может быть, это поможет нам. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У Оливера книга твоего отца. Такая маленькая коричневая книжка, с которой он не расставался. Я видел ее. Она была с ним. Она теперь на дне реки. Это невозможно. Ну, можно проверить только одним способом. Вместе. Я почти уже вырвалась, Дункан. Сейчас не время. Пошли. 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 Дом. Да, дом. Да. Дом Камо. Да. Да. Очень красиво. Привет. С возвращением. Ты? Тихо, тихо. Не беспокойся. Я не причиню тебе вреда. Я хочу, чтобы ты стала нам еще ближе. Комитет? Да. Ты что-то принадлежала отцу. Ты это имеешь ввиду? Я не понимаю. Она была в реке. Почему? Давай это выясним вместе. Моим дочерям. Джозеф Блум. Оператор Брайан Хепп. Художник Нина Руссо. Производство Самосед Инкорпорейшн. Постой. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok